Так, далее мы переходим к отличительной особенности нашего клуба, к тому, что у нас есть особенная должность ухмастер, благодаря которой мы, члены нашего клуба, можем оттачивать и развивать свое внимание, что тоже очень важно в нашем мире, который быстро меняется, в котором происходит, и когда буквально каждый день, каждый день не похоже на предыдущую. Поэтому я с большим удовольствием приглашаю нашего клуба мастера, эксперта по слушанию, Леру Халопову. Поприветствуем. Спасибо, Артур. Ну что, давайте начнем. И перед тем, как я начну закидывать вас своими вопросами, давайте коротенько проговорим правила. Сегодня у меня есть ассистентка, это Яна Литвинова. Она будет помогать мне идентифицировать желающих высказаться. Как происходит у нас, собственно, взаимодействие? Я задаю вопрос. Если вы считаете, что вы знаете ответ на этот вопрос, не включая микрофон, не машем вот так руками, что делаем? Внизу экрана, с правой нижней стороны, есть кнопочка реакции. Там всего две реакции. Многие из вас сегодня уже оттестировали. Это похлопать и показать лайк. И вот, я вижу, Миша уже рад. Готов. Вот, отлично, тестировались. Итак, Яна будет следить, кто из вас первым среагировал на вопрос. И вторым тоже, потому что не всегда, наверное, бывает, что первый ответ бывает корректным. Поэтому, Ян, я тебя прошу следить за первым человеком, который сигнализирует, и за вторым тоже. И после этого включаем... Яна называет имя, вы включаете микрофон и говорите свой ответ. Каждый правильный ответ — это виртуальный рубль с моей стороны в вашу копилочку. Ну что, вопросы будут не по порядку. Я специально их перемешала. Вот, не по хронологии встречи. Итак, Яна готова. Так, Михаил Ватутин. Вот что это такое висит? Вот, ну, надо, это все нехорошо. Надо убирать такие сигналы. Это смущает людей. Итак, первый вопрос. Сколько зарабатывал Ниша Ватутин на позиции системного администратора на Украине? Отвечает Артур. 300 долларов. Нет, неправильно. Кто был вторым? Алёна, по-моему. По-моему, это было 1000 долларов. Миша, нет, нет, это было совсем не 1000. Кто следующий? О боже, там даже все так одновременно было. Давай быстрее. Давайте Юля. Это было 200 долларов. Да, это было 200 долларов. Молодец, Юля. Итак, Маша Калинкина украла у меня этот вопрос, но было все-таки замечательное слово. Может быть, все-таки его кто-нибудь забыл. Фриланс, как называется по версии Миши? Алёна, отвечает. Это были прекрасные шабашки, благодаря которым Миша зарабатывал в несколько раз больше его основного дохода. Это круто. Примерно ты еще оттуда и бралась, да. Спасибо, Алёна. Следующий вопрос. Сегодня у нас на встрече прозвучало три фильма, включая сериалы. Кто может назвать все три? Да. Пока не буду подсказывать, кто. Или подсказывать? Желающих нет. Хорошо. Первый фильм был назван Мишей. О, Мишу мы сейчас пока не вызываем. Второй фильм был назван Кириллом. И третий Леной. Давайте по очереди. Михаил был. Но Михаил свой этот фильм знает, но это нечестно. Да, Алёна? Первый сериал был «Аббатство Даунтон». Верно. Вот второй, к сожалению, не помню. И третий тоже. Лариса, видимо. «Бриллиантовая рука» — это был второй. Третий я тоже не помню. Давайте третий кто-нибудь. Саша, Саша. Я помню все три. Во-первых, это действительно «Аббатство Даунтон». Во-вторых, Кирилл упоминал «Хвост виляет собакой». Верно. И третий — это, конечно, «Бриллиантовая рука». Мы искали хвост. Все правильно. Мы его нашли. Замечательно. Итак, помимо прочего, у нас было упомянуто два животных на этой встрече. Одно насекомое и одна рептилия. Кто помнит? Одно насекомое и одна рептилия. Или как ее там называют? Ну, не рептилия. Ну, в общем. Вернор знает. Саша. «Стрекоза» и «Лягушка». Правильно, молодец. «Стрекоза» была упомянута в басне, которую упомянула Юля. Следующий вопрос. Сколько, почем Роман продавал баночку малины на рынке? Алексей. Так, ну, отвечаем. Алексей. Микрофон. Микрофон, микрофон. 50 копеек. Правильно. Отлично. Очень внимательный человек, Алексей. Итак, следующий вопрос. Какие сэмплы, точнее сэмплы чего, раздавала Юля в бытность своей работы промоутером? Саша. Это были шоколадки и средства гигиены. Шампунь и прочее. Правильно, молодец. Следующий вопрос. В чем, какой процент и за какой период заработал Алексей в свои суперсделки века? Алена. По-моему, это были 30% за один день. А, нет, нет, прошу прощения. 200% за один день. Не за один. Можно я, можно я? За сколько? 200% за 7 лет. За 7 лет, да. 30% в год, если примерно поделить. Итак, вопрос посложнее. Красный. Последний вопрос тогда будет. В своей речи Лена рассказывала нам про три принципа Ирины Хакамады, о которых мы сейчас говорить не будем. Но были три преимущества, три возможности, которые оценила ее бабушка. Кто вспомнит? Раз, два, три. Вера, что ты там показываешь? Яна сама себя показывает, давай. Это первое, это заказ продуктов онлайн. Возможность заказать все, что угодно, что тебе принесут домой, собственно, в годницу просить и третье. Первое было правильно, второе уже поплавали. Настя? Первое, иметь возможность купить онлайн, второе, иметь возможность заплатить онлайн, третье, получить все бесконтакты. Отлично, супер, супер внимательно. Я думала, никто этого не отметит, потому что за Ириной Хакамадой мы потеряли все остальное, скорее всего. Ну что, замечательно, большое вам спасибо. Вы были сегодня невероятно внимательны. Я думаю, что Честерфилд гордился бы вами, как и я. Каждый правильный ответ — это один виртуальный рубль от меня. Как только гарантия заканчивается, мы с вами идем в кафе пить рендом кофе. Спасибо большое. Спасибо, Лера. Как всегда, очень интересная сессия на внимательность. Очень интересные вопросы.